Бэк, тут одна незваная гостья пришла с какой-то новостью. Иииии, с какой же? Здравствуйте, Бэк Травосветова! На самом деле, я здесь только для того, чтобы сообщить вам, что Борс ждёт вас на границе ваших территорий и зовёт вас на переговоры. А теперь, когда вы об этом знаете, я, пожалуй, побыстрее уползу, и по кроме этого, мне нужно наловить чего-нибудь для моей стаи. Ну и что ему опять нужно? Ну он точно зовёт меня на переговоры не для того, чтобы помочь или обсудить всё за трупом оленёнка. Ну ладно, раз переговоры, то переговоры. Здравствуйте, мистер Борс! Иииии, какова же цель нашего переговора? Здравствуйте, Бэк! Садитесь, и мы начнём переговоры. Ну, мистера Травосветова, разговор довольно-таки серьёзный, ведь от него будет зависеть судьба вашей стаи. В смысле судьба моей стаи? Вы-то о чём? Видите ли, у вас есть только два выбора. Вы о чём? Какие к чёрту выборы? Что вы и ваша стая уже задумали? Спокойней Травосветова, это я и должен с вами обсудить. Видите ли, у моей стаи перенаселение, и нам нужно больше территории. А ваша стая маленькая, и территория вам ни к чему. К чему вы ведёте? Территории свои я вам не отдам. Ты в этом уверена? Да! Даже если мы пойдём войной? Подождите. Что? Да, ты всё правильно поняла. Я запросто могу пойти на вас войной. И с огромнейшей вероятностью мы победим. И ты это прекрасно знаешь. Но и не изверг какой-то. Поэтому ты и твоя стая могут отделаться полной отдачей своей территории. А дальше идите куда хотите. Но мы не можем просто уйти с этих территорий. Как минимум потому, что другие окружающие стаи нас не пропустят на нейтральные территории, если такие вообще есть. Но в таком случае я приму вашу стаю в мою. Но весь это значит... Это значит, что ты станешь одной из чернокрылых рабы. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Взрослых животных в твоей стае мы отпустим с миром. Детёнышей животных моя стая взрастит. И тоже отпустит. Если в твоей стае зеленокрылые хранители, то мы с радостью их примем как наших новых участников. Что же насчёт твоего брата? Ну, впрочем, не важно. Ещё как важно! Барцу мой брат и участник моей стаи. Я обязана знать, что с ним будет при таком исходе. Ну, скажем так. Заражённые хранители очень голодные и почти неубиваемые. А если я не соглашусь? В таком случае, как я и говорил ранее, я пойду на ваши земли войной. И в таком случае пощады не получит никто. Даже ваши юные участники стаи в любом случае выбирать тебе мирная отдача своих земель или смерть всех твоих участников стаи. Можно мне на размышления две недели? Нет, Бек. Максимум, сколько времени я тебе дам на размышления, это три дня. После мы приходим на ваши территории. Если ответ не будет дан, то война. Ладно. Будет вам ответ через три дня. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Это буквально безвыходная ситуация. Ай, так, Бек. Спокойней. Ты сможешь. Ты справишься. Что делает вожак, когда не знаешь, что делать? Верно! Собирают собрание! Лучше уж обсудить этот вопрос с Ричи, Мелоди и Барцу. Думаю, они мне действительно помогут. Решено! Я соберу собрание! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok